МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для строящейся школы житель Дербента пожертвовал гаражом. Подробности далее. Жизнь без ограничений. Где и как обучаются основами слама глухонемы и слабослышащие, расскажем в выпуске. Из Парижа с бронзой. На родину вернулся призер Олимпийских игр по вольной борьбе Даурен Курублиев. Администрация Махачкалы взяла курс на улучшение интернет-сетей, чтобы привести их в соответствие с современными требованиями. Уже завершены мероприятия по улицам Магомеда Иракского и Дахадаева. В ближайшее время планируется провести подобные работы и по другим основным локациям города. В Дагестане появилась на свет третья тройня. Все девочки. Они родились в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Для матери малышей Хатимат из Хивского района это не первые роды. Теперь она мама шестерых детей. Все подробности в сюжете Тамары Самедовой. Три девочки-принцессы и сестренки. Они появились на свет в перинетальном центре имени Вишневского. Каждая из малышек весит в среднем 2 килограмма. Хатимат делится, что их с мужем счастью не было предела, когда они узнали, что беременность многоплодная. На 14 неделе я узнала, что у меня берет тройня. У меня реакции, шоковые состояния были у меня, у мужа. А родственники все такие счастливые и радостные были все. Поступила Фатимат в больницу из села Харадж Хивского района. Здесь бригада специалистов провела пациентки кесарево сечения. Сейчас малышки и их мамы чувствуют себя хорошо. Все детки чувствуют себя хорошо. Собираются уже выписываться домой. Состояние детей удовлетворительно в настоящее время. Детки кормятся хорошо, усваивают питание. Никаких отклонений от нормы нет. Детки здоровые. Третья с начала года тройня – большая редкость для республики. Многоплодная беременность, отмечают специалисты, в основном наступает из-за генетической предрасположенности. Все дети, которые родились ранее и теперешние детки, здоровые, будут жить и расти. Мы очень рады этому. Тройня – это нечастое, небольшой процент. Но вот концентрация в этом году трех тройн – это такое событие. К слову, у пациентки это уже четвертые роды. Дома многодетную маму ждут с нетерпением еще трое деток – две дочки и сын. Тамара Самедова, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ, Махачкала. В Тербенте появится новая школа на 1200 мест. Строительство объекта на улице Тагеева посетил мэр города Ахмед Кулиев. Специалисты рассказали, что возведение здания завершено более чем наполовину. Первый блок предназначен для старших классов, второй – для младших, третий включает актовый зал и пищеблок. Спортивные залы и бассейны будут расположены в четвертом блоке. Одну из возникших проблем наличия гаража на территории объекта удалось решить на месте. А здесь вот притык к этому, здесь гаражи есть. Железный гараж? Нет. Ну, сейчас мы посмотрим, наверное, там его видно прямо посередине. Здесь у него уже ничего нет? Пустой место? А ничего, а лево все так и были. Со мной связались с администрацией, я подошел к главе, поговорили. В итоге пришли к общему мнению, что я решил подарить этот гараж администрацию, чтобы они могли благоустроить. Отметим, что строительство нового образовательного учреждения проводится в рамках нацпроекта образования. Как открыть свое дело и не прогореть? Для женщин, у которых в зоне СВО погибли родные, была организована конференция в центре «Мой бизнес». Встреча состоялась по поручению главы республики Сергея Меликова. Как будет оказана полная поддержка в этом вопросе, смотрите в сюжете. У нас есть те, кто занимается предпринимательской деятельностью или хотят этим заниматься... Мехарибан, мать погибшего солдата в зоне СВО, долгие годы планировала открыть свое любимое дело. Но какие первые шаги предпринять, не знала. С целью помочь таким людям в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» подробно проконсультировали участницу. У меня был интерес всегда к выпечке хлеба. Это наша культура, выпечка хлеба, потому что в основном я хотела бы сделать акцент на национальных наших. Где, в каком селе или какая национальность, какой хлеб печет. У меня вот такое вот желание всегда поддерживать свою культуру, поддерживать свой Дагестан. Они мне сейчас подскажут, как это все правильно сделать. Вот очень грамотные, умные люди, я довольна. Желающих открыть свое дело среди присутствующих оказалось много. И особенно в такое тяжелое время им нужна поддержка, отметила руководитель сообщества «Сила матерей». На самом деле нужна поддержка. И многие родные герои, это вдовы, матери, желают открыть свое собственное дело. Центр «Мой бизнес» как всегда отозвался. И как всегда весь спектр услуг и программа «Мама-предприниматель», потому что у многих наших девочек-вдовы дети несовершеннолетние. Эта программа позволяет участвовать именно всем, у кого несовершеннолетние дети, и кто находится в декретном отпуске. Круглый стол собрал порядка 14 человек. Эксперты рассказали женщинам о мерах бесплатной государственной поддержки и ответили на интересующие их вопросы. Интересовали вопросы по возможности получения социального контракта, 350 тысяч рублей на начало ведения собственного дела. Также по тренингу «Мама-предприниматель», который у нас будет проходить с 23 по 27 сентября. Очень большое количество женщин было заинтересовано именно в участии в данном тренинге. Мероприятие прошло познавательно. В завершении встречи с семьям участникам СВО организаторы вручили подарки. Хадиджа Хавас, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В единственном на Кавказе учебном центре для инвалидов «Жизнь без ограничений» предоставляют обучение по основам ислама. Здесь слабослышащие и глухонемые могут изучать Коран, молиться и осваивать основы религии. В центре работают профессиональные педагоги-сурдопереводчики, которые помогают им понимать исламские науки и применять знания на практике. Обучение и проживание в центре бесплатное. Дети к нам приходят в понедельник. У нас пятидневный график обучения понедельника по пятницу. В пятницу они уезжают домой. Также мы предоставляем им общежитие, трехразовое питание. Также дополнительные у нас будут курсы. Это кулинария и швейное дело для девочек. Здесь есть также все условия, которые у детей бывают дома. Здесь есть спортзал, где они могут также сделать зарядку, позаниматься немножко. Также у них бывают прогулки. Они выходят в парк гулять, идут в кино. Такие мероприятия тоже у нас бывают. Центр «Жизнь без ограничений» учрежден муфтиятом Дагестана. Он набирает юношей и девушек с нарушениями слуха и речи в возрасте от 14 лет и старше. Отметим, что это учебное заведение открылось при помощи благотворительного фонда «Инсан». В Дагестан с бронзой из Парижа на родину вернулся призер Олимпийских игр по вольной борьбе Даурен Куруглиев. Встречать спортсмена пришли самые близкие и преданные болельщики и наш корреспондент Курбан Рагимов. Он узнал, что стоит за этой медалью. Медалист Олимпийских игр принимает поздравления. Бронза в кармане. Домой Даурен Куруглиев вернулся, выполнив задачу минимум. Накопившуюся усталость компенсирует теплый прием. Каждый друг и родственник хочет лично поздравить и сделать памятное фото. В Париже уроженец Дербента представлял Грецию, но поддержку из родного Дагестана чувствовал за тысячи километров. Я на Олимпиаду ехал за золотом. Получилось, как получилось. Всевышний наградил меня бронзой. Я доволен. Первые дни не осознавал. А сейчас, когда домой приехал, уже с каждым днем осознаю, что на самом деле Олимпиады – это другие соревнования. В начале, я думал, как обычный турнир. А сейчас уже осознаю, что это другой уровень на самом деле. И хотелось бы поблагодарить каждого, кто сюда пришел. Мне очень приятно видеть столько людей, друзей. Много людей пришли. Всем хотел бы сказать большое спасибо. На парижском ковре Куруглиев одержал три победы, уступив только олимпийскому чемпиону из Ирана Хасану Яздани. Эта бронзовая медаль – результат 20-летнего труда спортсмена. За плечами ежедневной тренировки пролиты литры пота и крови. А перед самой поездкой в столицу Франции Даурен с тренером Гайдаром Гайдаровым прошли несколько сборов. Но, как оказалось, в подготовке не все пошло по плану. Мы довольны. В любом случае, по воле Всевышнего так произошло. Потому что я знаю, что было до соревнований, прямо до отъезда. Человек до утра в больнице лежал с высокой температурой. Мы всю ночь капали. Даже какие-то мысли возникали, что уже, наверное, не поедем. И по ходу соревнований видно было, что вот это ударило по нему. Но и тем не менее, да, медаль бронзовая – она история. Уже история. Бронза – не предел возможностей Куруглиева. Останавливаться на достигнутом 32-летний вольник не намерен. После заслуженного отдыха борец сделает попытку завоевать золото на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Приятных выходных и хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok